Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Вы уже видели многие мои видеообзоры перцев, но по просьбам моих подписчиков я начала еще также отписывать и томаты. Краткие-краткие описания и мой комментарий по поводу тех, которые я не выращивала. Ой, выращивала, а те, которые не выращивала, просто знакомимся. Вот томаты мы уже посмотрели ультраскороспелый и скороспелый. Я вам рассказала, чем они отличаются, какой подойдет одним, какой подойдет другим. И вот такой же из ранних петергов написано сверхранний товарные плоды. И тут мы видим знакомого нам северного белого медведя с морковкой и знак северные овощи. Для тех, кто еще не слышал, еще раз повторюсь, что вот этим знаком или снежинкой отмечены все сорта холодостойкие, которые можно выращивать в холодных регионах. Обычно все скороспелые и ультраскороспелые, они все холодостойкие, потому что выращиваем их, высаживаем очень рано. Сейчас я прочитаю вам описание. Сверхранний сорт от всходов до созревания плодов всего 85-90 дней. Растение детерминатное, высотой 40 см. Благодаря небывалой скороспелости успевает сформировать плоды в условиях короткого и прохладного лета. Вот о чем я говорила, да. Красивые и вкусные коктейль томаты массой 30-40 грамм всегда придутся к месту на любом столе. Условия выращивания я не буду читать, нам главное узнать, главное, что вот смотрите, этот у нас написано сверхранний, но сверхранний он все равно будет спеть дольше, чем ультраскороспелый. На ультраскороспелом мы прочитали 70-75 дней, значит если вы хотите получить самый-самый ранний урожай, нужно все-таки остановиться на ультраскороспелом. Если вам не обязательно там 10-20 дней не имеют значения, вот Петергоф у вас созреет уже через 85-90 дней. Он ближе подходит вот к льдинке. Я рассказывала про льдинку. Льдинка и Петергоф имеют одинаковые сроки созревания, но льдинка больше плод 120 грамм, а Петергоф, видите какой он маленький, стандартный, и там написано товарность плодов. Они как штампованные шарики теннисные, все-все-все одинакового размера. Хочу заметить все-таки, ну как для правдивости, что вот эти все ранние ультраскороспелые сорта, они имеют меньшее содержание сахара, то есть менее сладкие, чем вот такие потом поздние томаты. Эти, конечно, они все лето висят, набираются сахара, созревают и в августе, в сентябре, они будут сахаристые, сладкие, но зато вот эти скороспелки, они берут именно своей скороспелостью. В июне вы их уже можете кушать, когда эти еще будут совсем-совсем зеленые. Так что на участке должен быть всякий, и вот такой как Петергов, конечно, и такой вот как золотые купола, оранжевые, сладкий, присладкий, и вот такой сахаристый, как советский. Все, про Петергов мы узнали, следующий сорт будет описан в моем следующем видео. До свидания, с вами была Ольга Чернова и мои краткие-краткие описания сортов томатов.